У нас сегодня в гостях Сергей Александрович Волков, любитель человек, герой России, космонавт. Мы очень благодарны за то, что вы смогли найти возможности и посетить нас. Ну, такое кратковедение, для тех, кто не знает, мы делаем большой проект, связанный с космосом. Здравствуйте. Связанный с космосом, мы делаем информационный портал. Не, не проще. Мы, по сути, мы делаем... Мы касаемся отправить несколько тысяч людей в космос. Вот, это были уже частные случаи, которые полетят. И студия Лепли помогает сделать сайт, который поможет кому-то сразу отказаться, а кому-то, ну, понятно, что не будет. И Борис придумал простую тему, попросил организовать разговоры с настоящими космонавтами, для того, чтобы понять, как вообще это будет стоило. Есть сейчас, было раньше, и можно говорить о том, как это будет дальше. В общем, предложение чувствовать себя абсолютно свободно, быть в дружеской обстановке, и, собственно, встречаем Сергея. И смотри. АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый вечер. Ну, опять же, еще раз прошу прощения, что у нас так вот вынуждено получилось смещение, вместо того, чтобы встретиться в нормальное рабочее время, в небо, да, ну, после работы. А мы только проснулись. Да, ну, отлично, замечательно, да, давайте чувствовать себя действительно в неформальной обстановке, потому что раз уж мы собрались, то чтобы не было так, что мы сейчас проведем какое-то время вместе, да, и потом я уеду, как бы, не поговорив с вами, и вы уйдёте, какие-то у вас вопросы, если я останусь, то это будет неправильно, да. Вот. И даже видите, чтобы еще были непринужденные обстановки, да, мы сказали, приезжай как хочешь. Говорит, хочешь, приезжай в футболку, в джинсах 8 минутцев, я приехал. Поэтому, если есть у вас сразу вопрос, вы мне задавайте, если пока для разминки, да, я коротенько о себе расскажу. Светал я в космос два раза. Первый раз был в 2008 году, второй раз в 2011 году, оба раза по полгода, я доложил на Международную космическую станцию, поэтому экипаж у меня международный. В первый раз это, ну, они немножко отличаются, да, экипаж, с которым стартуешь, раньше был, и с которым летаешь. То есть мы стартовали два россиянина, и девушка-космонавт с Южной Кореи, она с нами полетала 10 дней и вернулась с другим экипажем, на смену которого мы прилетели, а мы вернулись уже через полгода в совершенно другом составе, а летали все это время с американцами. То есть сначала был один американец, потом прилетел шаттл, полетали таким большим коллективом 10 дней, потом они улетели, забрали нашего американца, к которому мы уже привыкли, оставили другого, но он тоже хороший оказался, поэтому мы тоже полетали. И потом была смена, тогда еще летали космические туристы, и как раз он последний космический турист, после которого временно прекратилась эта программа, вот мы возвращались с космическим туристом Ричардом Велетом, который на самом деле изначально придумал SpaceX, просто раз уж мы говорим, то есть он стоял у истоков и планировал быть космическим туристом номер один, но там только был у них маленький кризис, про который мы тогда не говорили ничего, и он не смог полететь, продал свой билет Деннис в Кик, и Деннис в Кик, и Деннис в Кик, и полетел без снял. Ну так, каратинка. А второй полет уже станция международная разрослась, вышла на полную мощность, и теперь у нас летает шесть человек постоянно, потому что и сейчас там экипажа шести человек, три русских, два американца и один некрогрец. Вот у меня летало, я уже стартовал, у меня слева японец боялся, справа американец, то есть в таком случае уже в союзе экипаж был, и на борту нас ждали два россиянина и один американец. Таким составом мы тоже отлетали в четыре месяца, и как бы плановая замена идет всегда, то есть там ребята, которые ждали нас, они спустились, но к нам никто не прилетел, потому что была авария корабля, ну не на старте, а уже перед тем практически за шесть секунд до выведения, корабль взорвался, ничего нам не привез, то есть, ну самое плохое было то, что на точно таких же кораблях ракеты стартуют и пилотируют. Эспедиции, и так как не было понятно до конца, почему все-таки это произошло, ну как-то бывает, да, там в авиации, то есть начинается расследование, и пока расследование не закончено, то, соответственно, никаких стартов не производится. Ну, наши молодцы, сказали, что через два месяца мы запустим уже спилотируем корабль, американцы нам не поверили, потому что они думали, что мы как они, да, и когда просто было такая ситуация, что это там, говорят, через три месяца, через три месяца, таким образом прошло два с половиной года, и потом последние три месяца, и потом не запустили шаттлеры. Наши разобрались достаточно быстро, к нашему счастью, пустили два беспилотных корабля, ну и потом с экипажем. Но к этому времени нам надо было уже улетать обратно, поэтому мы с ним улетали всего пять дней, вместо двух месяцев. Есть, может, какие-то вопросы уже, потому что я так рассказываю, да, давайте. Может, все помнят фильм «Русский комбинар» и как его представят русский комбинар «Странсель»? Скажите, а отношения с американцами, тем более, вы сказали, что мы молодцы, а они не очень, они вот как в таком открытом космосе слаживаются? Вы знаете, отношения с американцами у нас очень хорошие, и вообще, как на уровне, вы знаете, как всегда это бывает, да, то есть на уровне профессионала, когда мы встречаемся, работаем, ну, нам же 9 месяцев, да, мы летаем там, у нас общая стация, она для нас общая, да, это общий дом. Мы стартуем вместе, то есть, собственно, не дай бог, что случится, то есть нам вместе надо выбираться в эту ситуацию, каким-то образом принимать решения, и мы тренируемся, конечно, для этого. Поэтому, ну, там тоже по-разному складываются отношения, но в целом, вообще, настроен у себя на позитив, что мы экипаж, мы здесь работаем, и должны, ну, все-таки полгода, это много, да, ты же никуда не выйдешь оттуда, да, ты спать ложишься, твой коллега, ну, на таком расстоянии, вот его, да, там, спальный мешок, ну, ты можешь, конечно, утром просыпаешься, а он уже потом опять, да, там откуда-то еще один за спиной прилетает, там, все. Ну, ты скажешь, 24 часа в сутки практически ты находишься с этими людьми, и, ну, надо сохранить, вот, этот, коллектив до конца полета, потому что наши вытожки, если начнутся какие-то ненужно понимания, недоговорки, лучше сказать, ну, или с утра я проснулся сразу, у меня сегодня плохое настроение, там, да, там, меня, дай мне, это не трогать, и все, и мол, ты работаешь, там, сидеть, что-то, ну, на земле тоже неудобно срываться, да, нежели там сидит оператор, главный, да, наши как-то, глаза и уши на земле, он же не виноват в том, что у тебя плохое настроение, правильно, то есть он работает, он пришел точно так же, сидит эту смену, там, у него тоже свои проблемы, да, ребенок в школе двоих не получил, ну, значит, поэтому отношения у нас хорошие, поддерживаем после полета тоже отношения, в шарках-ушарках не ходим, потому что в 20-20 жарко, там, 23-23 градуса, ходим в шорты в футбол, или, или в брызгах. Да, пожалуйста. А в космосе можно торопеть? Да, можно торопеть, я не знаю, там, значит, есть нюанс, да, но наверняка все там ездили в командировки, или у кого-то там кто-то храпел в семье, и как бы ты, все знают механизм, да, то есть у тебя есть 15 минут, чтобы уснуть, да, а потом уже это твои проблемы, да, значит, в космосе чем проще, что у нас постоянный шум, и если вы помните, была как-то одно время группа Нана, она пиарилась таким образом, что они типа сейчас полетят в космос, когда я спрашиваю, что для чего вам в космос полететь, они говорят, потому что там вселенская тишина, и мы получим самый чистый звук. Так вот они нам на самом деле так обманываются, потому что у нас на станции минимальный шум постоянный 55 дБ, это минимальный шум, а периодически он доходит до 65-70 дБ. поэтому чтобы как-то сберечь свои уши, да, то мы спим в затычках, и поэтому сомсиколик, во-первых, он достаточно далеко находится, во-вторых, это шум, а если еще насосы заработают, там, ну, там, заправка идет, там, что-то еще, то это еще добавляется, ну, в общем-то, нормально, храбли не слышно, можно храбли спокойно. А что шум рождается? Шум рождается от конструкции, значит, очень много аппаратуры, которые надо охлаждать, и вентиляции, да, причем, как аппаратура охлаждается, это еще не самые шумные, да, вентиляторы, да, а самые большие шума дают вентиляторы вентиляционные, потому что, если не будет вентиляции, то будет сразу застой воздуха, и это здесь у нас из-за гравитации, то есть мы выдыхаем углекислый газ, он уходит, от тебя там, ну, потом же сквозняки и все, у нас там сквозняков нету, поэтому делается, как бы, искусственные сквозняки, то есть постоянно вентиляторы, они прогоняют по станции воздуха, и если ты, как только ты попадаешь в какую-то зону, где плохая вентиляция, то ты сам себя можешь отравить углекислым газом подыхать, и так часто бывает, что ты залазишь куда-то за панелью работать, там, как правило, для аппаратуры меньший поток требуется, естественно, для снятия температуры, для охлаждения ее, и через какое-то время уже, ну, как бы, каждый проходил через этот космонавт, ты начинаешь первые признаки отравления углекислым газом, то есть и голова тяжелее, ну, и дальше как, то есть, или вылезешь, подышишь там, обратно залезешь, да, ну, или там уже понимаешь, где-то граница между таким тяжелым ставим и головной болью, ну, тогда уже раз вылезаешь, подышал, и все, то есть, как бы, можно уснуть, опять же, уснуть, как бы, съел себе этот, там, пакет, не только просыпаешься, как головной боль, и так далее, то есть, вот эти вентиляторы, они, собственно, дают этот шум, и шум от туалета, самый большой синий сцепет, как раз, я сказал, да, да, запрещенные продукты, запрещенные продукты, ну, смотря, что называть запрещенными продуктами, но сейчас, это, знаете, как, я тоже слышал эти истории, от счастливчиков, летавших на салютах, и мир, когда были наши станции, сейчас международные станции, поэтому, если мы говорим, уже вообще запрещенные продукты, да, то у нас станция сухой закон, и, как бы, это даже, даже не обсуждается, потому что, ну, международная станция, не все, партнеры могут понять. Вы, если я рисовую шарку, например, в долгой водке, они вам не привязываются, да, что нормально. Привет, переставайте, да? На самом деле, в этом плане, такие же люди, как и мы, и, да, на самом деле, как бы, вот этот миф о русских, мы не самые ключи нации, я уверен, что все вы ездили по другим странам, и прекрасно знаете, что можно попасть и в другие страны, в том числе, где, намного больше. Да, да. В этом году жили тесно с двумя другими людьми и вылетали командирами экипажа. Была ли какая-то спецподготовка, прокачка вас, как командир, чтобы разрешать конфликтные ситуации? Вообще, ну, насколько это тяжело, и как все это? Именно готовились? Такой специальной подготовки, именно как командира, экипажа у меня не было. То есть, традиционно, раньше как-то было, эта проблема решалась отчасти, сама собой, каким образом. Был отряд военных летчиков и был отряд инженеров. И просто по умолчанию, военный летчик, не важно, есть опыт космического полета, нет опыта космического полета, назначался командиром экипажа. И, собственно, даже в первом экипаже, я тренировался, но, к сожалению, мы не полетели вместе. У меня был Сергей Константинович Крикалев, который сейчас у нас начальник центра подготовки. На тот момент у него уже было пять космических полетов за спиной, и все равно я был командиром корабля, он был у меня бортинженером. Хотя потом, ну, на станции он становился командиром станции, но, как бы, вот, было так, то есть, именно использовалось те навыки, которые мы получали в военном училище, то, что я летал как командир корабля, да, и у меня был уже экипаж. Ну, вот так вот. Поэтому, но, наверное, сейчас нам придется все-таки делать какие-то, ну, как в современном, типа, тренинге, да, потому что в том году прошел впервые вообще открытый набор, конкурс, когда набирали вообще, ну, просто люди приходили, да, то есть, главное, чтобы было высшее образование, там, стаж, напрерывный стаж работы три года, ну, и дальше там физическая подготовка, здоровье и психологический, как бы, нормальный человек был. Вот. А у нас специфическая психологическая обстановка уже есть? Да, она будет, как бы, такое, назовем это прерывное психологическое обследование, да, то есть, ты приходишь сначала на отбор, тебя, конечно, все это осматривают, там, тесты какие-то, ну, и вроде как все, ты попадаешь в какой-то там определенный спектр, да, то есть, в который должны попадать космонавты. А потом идет, как, потому что постоянно смотрят психологи или, там, инструкторы для такого, как бы, психологического портрета космонавта, и это проверяется, я бы сейчас закончил, выживание, вот я как раз вот тебе говорю, выживание, выживание у нас в Подмосковье, это зима, выживание, ну, раньше на море, сейчас, пока мы из армии ушли, не могут наладить контакты, да, там, с Черноморским флотом, ездили на Черное море, выживание, морские тренировки, выживание в пустыне, это вот именно, что три человека, условный экипаж, запас продуктов на два дня, мы живем два дня, продукты наши, которые в корабле, в Назе, относимый варенья запас, ну, зимой проще, снег можно топить, то есть там воды как бы получается сколько угодно, на море шесть литров, и в пустыне шесть литров на двое суток, и дальше уже, как бы, сама по себе ситуация конфликта, она может развиться, там, где-то кто-то посчитал, что воды не долили, да, здесь посчитали, что там кто-то больше рубит, дров принес, кто-то меньше дров принес, кто-то с ним ближе, как-нибудь кто-то дальше, ну, так, и здесь, как бы, постоянно психологи смотрят за поведенческость, там, вообще ситуации внутри, кто явный лидер, кто, как бы, лидер, но может подчиняться, как бы, все это потом накапливается, накапливается, и уже, когда экипаж формируется, и уходит в полет, то психологи пишут как психологический портрет, как на весь экипаж, и на каждом члене экипажа, и все это дело обсуждается, и потом передается в Центр управления полета, чтобы уже, опять же, как я сказал, главный оператор, ну, и вообще, группа управления в Центр управления полета понимала, с кем они ими сделаны. То есть, да, пожалуйста. была ли разница в настроении в космосе от Земли? Какие вас все посещали там? Ну, вот такого, как бы, вот разницы, я не могу сказать, что у меня, там, я на Земле более жизнеразвестный, чем в космосе, и наоборот. Хотя, наверное, зависит от человека очень много, и насколько оправдывает, оправдывает его ожидания от космического полета, особенно, когда первый раз он идет, да, и он готовится, готовится, и вот он стартовал, это, конечно, все, все счастливы, все радуются, потому что, вот он, я в ракете, никто не высадит, да, то есть, но мысль такая, она есть, в какой момент, то есть, до какого момента тебя могут высадить еще из ракеты, да, и, ну, когда уже на стартовал, то есть, все, уже все, а вот потом момент человек прилетает на станцию и представлять это такого общежития общежития который пользуется уже 15 лет люди все разные все равно и хоть бы там делал раз в идею для пылесосе и соответственно опять хотели сделать хорошо дизайнеры на наши станции уже мкс космической станции свой опыт полета у нас была мин станция 15 лет взлетал до этого салюты были и почему-то опять же подумать так очень часто используется рекордами лучших а давайте мы сделаем что вот космонавта облегчить жизнь чтобы ну где хочет там и при припев там отвертый карандаш и взяли стены везде обклеили именно вот эти материалы которые крепится именно на борцовая часть крючочек да это хорошо ты можешь привлечь и что хочешь но это такой сборник пыли что просто невыносимо это это и вторая проблема что это ткань и ходим это мы не ходим до китая но все равно на это хочется почувствовать себя нормальным человеком по крайней мере за столом мы сидим ну или стоим как нормальные люди вот для себя мы сами устраиваем модель превышенных даже то есть так и лампочки это потолок соответственно нет лампочек это пол на самом деле ты прилетаешь тебе все равно по полу без разницы для чего это модель строится причем чем еще один летает тем ему это все все равно не зовет тогда потому что у него нету модели те что располагается на станции как у вас в квартире или в офисе ты заходишь ты знаешь так здесь справа у меня чашка здесь у меня компьютер там я бросил у меня там лежит там бутерброд я знаю что он там я вы съем ну там по носке например так и здесь ты живешь на станции и со временем ты понимаешь вот вот за панелью номер какой-то у меня там лежат белка носки кто праве носки то что держит мужчины стираем нам просто привозят и вот на этом одежда на полгода она лежит и ты смотришь мешок сначала два мешка у тебя одежды потом один пол полета потом все меньше 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 потом думаешь хорошо что потом взрывается ракета и думаешь хорошо что футболку поносил не 5 а 6 3 3 футболки в запасе это тоже так и было нас момент вот и ты привыкаешь и дальше ты уже привязываешься потому что пол-то пол а дальше ты как сидишь ну встанешь около пола стола допустим да и там вокруг у нас воружье чтобы не улетать никуда ты ногами раз туда зацепился и у тебя руки свободны и пол протирается вот эта ткань протирается и сейчас как нас даже помните наверно анекдот был да когда приезжали там на мерседес снимают дверь ставят на другую и она ставится и все и приезжают на автоваз берут она не ставится так вот оказывается у нас на станции то же самое мы говорим сделайте панель они квадрат сделайте панель мы сами поставим берем можно нам надо точный размер в общем мы мере мы фотографируем сейчас завезли ребята меня счастливые что новый панель да поэтому привыкаешь и вот я хочу к чему говорит и народ прилетает не всегда готовы к что там где-то протерта уже ткань да где-то там вырослета чая на стенке его не выйдешь никак но есть и есть вот тоже как бы настроение может портиться у меня вопрос по здоровью насколько я знаю для наших космонавтов очень серьезные требования по здоровью сейчас по зрению где-то в каких-то кадрах что астронавты нас там есть в очках летают у них какие-то другие требования и еще второй вопрос тоже по здоровью по полгода на станции очень долго возвращаетесь насколько я это очень тяжело во сколько времени уходит на восстановление и сколько времени чувствуете что все наконец-то полностью установлен сейчас я старую сейчас благодаря средства профилактики невесомости на борту восстановление проходит относительно быстро то есть острый период адаптации 10 дней то есть 10 дней из них первые три-четыре дня врачи ходят с нами постоянно мы там спим профилакторию у нас отдельно есть место если ты домой не отпускаешь ты звездом живешь пусть там дежурная смена где-то дней через десять уже будешь чувствуешь достаточно себя комфортно для того чтобы уже перейти и жить дома спокойно и ну как бы таки более-менее делами что-то делать в принципе через 20 дней уже мы как нормальные люди выглядим и уже как бы по-нормально перемещаемся хотя иногда еще ходить тяжеловато потому что вены теряет свой токус на то что на земле и я поняту как потому что кровь там больше чем до этого времени распространяется равномерно везде и вот где-то через месяц уже более-менее нормально но потом еще идет второй период реабилитации когда вы уже на зависимости от сезона или на море на море или в горы и там опять же есть подготовка ежедневная то есть там ходим много по теренкуром там или плавают то есть у кого какой сезон и где-то меньше 60 в общем то ты более-менее себя хорошо чувствуешь хотя опять же смотри чем заниматься то есть я играю в большой теннис как раз получилось так приехал после реабилитации меня пригласили в такой любительский турник поиграть но он оказался пять сетов что сыграть будет нормально да ты играешь ты же не постоянно рубишься пять сетов там поиграл отдохнул поиграл и так больше через два дня я пошел сдавать как раз у меня 60 суток врачи это где-то устал то есть как бы анализ крови показал что очень уставшим да я вот поиграл ну зря поиграл тенниска передавать а так через полгода уже можно проходить комиссию который допускает для трениров то есть полгода летать погода тебе дается на то что прийти в себя и по зрению значит наших планах не летали в очках почему потому что молодой молодой отряд если вы помните первый космонавта до 25 27 лет нас набирали и сейчас на самом деле даже был набор предельный возраст набора 34 года благодаря американцам мы составили дать дочь и вот сейчас павел владимир швеноградов в августе месяце готовится праздновать шестидесятилетий на марту станции поэтому естественно сейчас тоже сейчас возрастные изменения зрения есть поэтому сейчас уже можно тоже видеть и российского космонавта который садится в корабль там или в линзах или одевает очки и собственно управляет кораблем или каким-то процессом ну в силу просто художественного возраста но если там тоже есть определенный да то есть я просто честно не знаю какие-то пуска там ниже пока мы не нужны а так вообще сейчас есть экспонавты которые по улице и на борту используют очки да нет от ничего почему почему происходит это тяжело заряженные частицы пролетают через станцию и в том числе а так как стенки у нас не очень толстый как вы думаете причина стенки в станции какая сколько три сантиметра 5 сантиметра сантиметра 35 миллиметров машина станции стенки станции поэтому тяжело заряженные частицы они прошивают эту обшивку если твоя голова оказывается на пути тяжело заряженные частицы а ты как раз готовишься к основе закрыл глаза то видно как метеорит пролетает в голове но зависит от того в какой стороне он прошел если он так проходит длинный хвост если так то просто вспышка но да и история про то что человек может не получить кислород начинается отравление у вас есть знаете профилактический какой-то обход в сели сели жирю ни у кого нет то есть сейчас у нас в длину станция порядка 100 метров длину еще есть небольшие отсеки было это может улететь и в общем-то это это правда ты можешь с утра улететь куда-нибудь поработать и в общем-то ты будешь там целый день увидеть своих коллег только на обед и там на ум ну еще раз спортом занимаешься то тоже где-то рядом да да поэтому ну во-первых с утра у нас обязательно это утренние конференции по планированию когда мы собираемся все вместе где собственно докладывается как поспали отдохнули психологи по голосу определяет настроение потом попрасно почему ты сегодня сказал доброе утро они как обычно настроение хорошее не отличный как обычно ну так сказал то есть мы собрались утреннюю постановка задачи на день как уточнение вопросов если какие то есть ну и дальше разлетаемся но все равно где ты как ты смотришь конечно ты контролируешь что вокруг тебя люди и если не дай бог нештатная ситуация то первое действие которое отрабатывается это сбор на центральную посту это обязательно чтобы никого не так и вечером конечно тоже вещать на конференции проведение итогов за день обсуждение расписали на следующий вопрос уточнения как на земле то есть мы начинаем работать по мной надо в полдевятого и заканчиваем да у нас у нас время по грим еще идет ну как бы чтобы не делиться там у кого то есть японцам меньше в этом плане повезло они все время ночью там дежурят наши у нас как бы нормально получены там три часа разницы у американцев наоборот получается что они приходят там ношу работать но зато они освобождаются . а мы работаем то есть восемь там восемь где начало рабочего дня ну и также в 7 конец рабочего дня там часов перед нами ну и на физкультуру вас плане часа тоже тебе дается каждый но физкультура это реформа досуга там на самом деле физкультура это такой тяжелый труд потому что чтобы как-то нагрузку получать мы специально такая здоровая есть пристёгиваешься да и потом уже тебя резинками ты пристёгиваешься беговой дорожки дается нагрузки где-то 75 процентов твоего веса и ты пошел потом побежал иногда эта дорожка работает автоматическом режиме как на земле иногда наши в россии придумали что дорожка работа спасибо ближайки сам толкаешь вот действительно одеваешь вот этот звук когда стоит как видите знаете человек собирает звон и ты держишь конечно очень со временем конечно обрабатываешься во все это но поначалу и с удовольствием пас последний раз открутил завтра домой все в руль сложил кроссовки вытянул есть какие-то вещи которые на станции сделаны через задницу неудобно есть стереотипы которые считаются на земле что вот это так должно быть да то считается до сих пор на земле что комбинезон на станции очень удобно да как в фильмах пропустишься помните то есть это почему-то и наши до сих пор шьют парадные американцы утепленные на станции ниже 25 не опускается это именно комбинезон такие для официальных церемоний как бы считается что вот одели как то есть какие-то крупные события сейчас нас поздравить посмотрите это парадный комбинезон хотя мы как-то так тоже у нас со спалом нам говорят вот комбинезон они говорят ну зачем комбинезон у нас есть нормальные там рубашки там они вышли с эмблемой в принципе брюки тоже не грязные да и там ну да дело нормальные люди нормально тебя рубашка вышли все главное что из космоса правильно они похожи на это просто на списке да совершенно верно ассоциация что космонавты должны быть комбинезон но если не скафандры хотя бы в комбинезон да это я вот сейчас лезет в командировку буквально тоже и там обязательно комбинезон возьмите с собой я говорю зачем но вы же космонавтик поэтому сказали что вы так сегодня свободы ну вот так спасибо поэтому что сейчас я просто что еще вспомню что сделано потому что считается что это были сделаны стулья они правда продумали да что значит кстати кто был у нас в звездном да наверняка если на мире то там они даже по моему стоят то есть там вот эти вот там такие бортовые здесь сюда коленки засовываешься потом считается опять же что ну как тут когда-то что много очень достаточно много таких заблуждений которые считаются что вот это должно быть так на самом деле это это не совсем что стулья вообще не нужны или они это стулья в принципе не нужны ты не устаешь стоять и в общем-то и даже если тебе надо как-то управлять там причем так сделано опять же я уверен что не специально но где у нас как раз пункт управления если мы зайдем и мы контролируем его то там стоит аппаратура она уже не используется но она окрета кожуха на нем прекрасно сидишь это единственное место где тебе нужен стул но опять же в силу того чтобы опять ты привык вот такой позе можно его уберешь ты его не будешь чувствовать ну вот это считается что это тоже надо ну а еще считается есть специально если что соринка попала в глаз у нас для этого есть специальная i-wash station разработанная нашими коллегами потрачено ума деньги естественно что это такое ты открываешь там очки ну куплены понятно где там магазине хозяйственном значит продеты две трубки вот так вот потом она только здесь и она здесь и как бы должно получать что ты подсоединяешь устройство подачи воды и она должна промывать глаза если вдруг попало что-то соленка на самом деле это абсолютно не нужно потому что для того чтобы промыть глаза достаточно одной капли воды ты ее просто себе выпускаешь на на глаз на какую-то и поморгал и все и потом точно так же я спокойно полотенцем раз вытер и даже не вытер она сама впитывается и все так что ну вот так выходим из положения да вы были в этом космосе да и разы уже в космос поженщи солнце как там опять же не тихо потому что мы выходим скафандры и скафандры опять те же самые вентиляторы в общем вообще я скажу что самое ужасное что можно услышать в космосе тишина потому что это не обязательно сломалась это значит что выключилась вентиляция а вентиляция у вас включается в трех случаях пожар раз герметизация и токсический выброс вот если вот это произошло это это все это это значит ну или причем опять же как то бывает да что везде есть ну как бы защита от дурака так называемая да то есть как бы кнопка она закрыта обязательно какой-нибудь там заглушки то есть прежде чем будет команда ты поднимаешь защитное устройство да и нажимаешь выдаешь команду а надо еще подтверждение этой команды да то есть так и так случилось что пришли модули новые японский ну чуть-чуть поражно где-то месяца за три до нашего прилета пришел европейский и все там хорошо и все у них продумано то есть это не волосатые и там и вроде не так и вроде не так шумно японцы вообще самый большой модуль и самый тихий хотя они сами не очень большие да и тут у нас пресс-конференция с президентом германии вот он приехал отсуток в центр управления в тюрьме в мельчине приехал мы с ним общаемся все там у нас хорошо идут значит как-то раз и вроде время еще осталось нам поговорить с ним а вроде чувствую ну как-то разговор уже не клеится там вопросов видно нету мы говорим а давайте нам станцию покажем а они говорят давай мы значит станцию покажем а камера естественно установлена была стационарная там прикручена для того чтобы показать соответственно ее надо открутить и мы ее откручиваем а там как раз панель для выдачи команды если ты вдруг сам увидел что что-то не так ты выявишь команду пожар и крышки еще не успели навести и мы так раз эту камеру дружно начинаем снимать и Олег говорит слушай ты знаешь я по-моему локтем до кнопки до коснулся но команда наверно не прошла только он это говорит сигнал пожар и все включается про президента все забыли ну в принципе то мы то знали что скорее всего мы забили команду цук Хьюстона сразу в чем дела мы говорим а все нормально все нормально они говорят естественно это произошло в субботу вечером все там на земле отдыхали уже то есть там ограниченное количество людей ну и так получилось что станция была практически вот все оборудование восстановили работу только через четыре с половиной часа и мы все прекрасно субботний вечер организовали и все супы которые и причем вот видишь вот это был впервые такая тишина вот летишь вообще ничего вот вот ты летишь ты даже ну ты слышишь какую-то одежду тебя шелестит там да ты там ты за что-то сцепился то есть но вот такая ситуация была да было было ну так получилось когда мы прилетели то это в первый раз 17 экспедиция мы были и экспедиция пятнадцатая вместе которые собственно не после до экспедиции 15 когда возвращалась у них не прошло разделение на спуске да на спуске и они вместо того чтобы возвращаться защитные условия в плотных твоих атмосферы они шли у них получился эффект валанчика прошло как раз на не осоединился приборно-агрегальный отсек с двигателями с кислородными баллонами с топливом который остался и они шли незащищенной стороной некоторое время в плотных твоих атмосферы но там быстро все это отлетело потому что двигатели и система чувствовала что что-то не так ариентация не та и она вот этот разбалка раскачивали у них оторвало приборный агрегат над сеть они перевернулись и спускались с высокими достаточно перегрузками там было до 9 единиц на спуске но как-то опять же у нас часто бывает решили что эти шаристы фактор усилия не случайно выделили команду они как оказалось на телеметрируются то ли где-то там провод где-то поджало и прошла команда ночью сказали что это как бы частый случай и чтоб такого большего не было такой болтанки то взяли просто на уровне математики запретили выдачу работу двигателей по проходили команды разделение чтобы не болтал мы прилетаем экспедиция 16 10 дней пересменки мы с ними прощаемся и он собственно случилось у них практически то же самое причем мы сидим и слушаем эфир ждем тоже сейчас посадка там и ну как опять же в лучших наших традициях молчать вообще ничего не говорим ребятка уже посадка должна быть 40 назад как-то вообще как типаж ребята все нормально сейчас мы все расскажем как только пошло все нормально ну и оказалось что у них тоже не прошло разделение по одной из плоскостей а также данном случае был на уровне математики запрещена еще работа двигателей то ничего не болтал они вообще просто спокойно летели даже валанчиком и у них уже этот люк начал прогорать до полного прогара было там пять секунд оставалось у них к счастью отгорела приборный агрегат насек быстрее чем люк их перевернул у них тоже 9 единиц слава богу они все нормально спустились и как бы новым герман говоришь уже в корабль дым повалил то есть уже он видел дым как бы еще пера болты и вот эти которые должны подрываться берите они с той же партии были что и предыдущие двух кораблей в общем нас проанализировали сказать есть вероятность просто сам поэтому если вас там еще два ящика есть поэтому поэтому говорит ну что принято решение что надо выйти и посмотреть что там есть нет ну вам сказать что рассчитали поняли пока вы там 5 замку то есть когда вот короткий вот он 5 замку который собственно горит держит спускаем аппаратом к этому прибору на агрегатном отсеку крепится вот вышли какой замок конкретно не работает а там система собственно говоря но она сделана супер надежно там идут провода два пола каждый провод идет к конкретному вот этому переболту и достаточно срабатывать одного переболта чтобы замок уже раскрыться собственно там все ничего такого нету ну и нам быть ну вот надо будет выйти на корабль посмотреть как вообще ли что там у вас и про анализирует ну хорошо хорошо мы пойдем вот мы дошли до корабля дальше будут посмотрите вокруг на 5 лет интересно мы хорошо посмотрите дальше наверно обшивку не вскрывать ладно вы скрывать обшивку там ткани в этом месте обшивка то есть ножом как бы можно я хорошо скрываю видим ну вот будем смотреть на провода два провода подходит на что смотри хорошо провода стоят дальше ночью в конце концов вам сказать ребят будем выходить столько сколько надо того чтобы выкрутить хотя бы один перебол чтобы замок этот раскрыться но что такое корабль союз это средства доставки это наша спасательная шлюпка которая должна нас вернуть домой в случае если что-то встречается со станцией и собственно сделано так что но он не разборка да все сделано таким образом чтобы там ничего не отвинтилось ничего не там не слезло не отклеилось то есть вот этот перопод он находится в этом замке он закручивает массаж на краску специально да дальше даже не будет провод этот провод он тоже там разъем электрический этот разъем он закон то есть там пробу да это проволока она там тоже запаяна что все вот так и плюс на корабле предназначен для того чтобы работали на нем в открытом космосе на нем нет поручек мы говорим о том что надо держаться а там поручка нет даже фала не зацепить то есть вся станция она предназначена того чтобы на ней работали снароды и там везде есть где-то вот поручни ты можешь где-то там зацепиться там нет и мы вдвоем выходим у нас есть специально такие разработанные наши инженеры не давно там стоят звать стрела что такое стрела это вообще прибор типа спиннинг на котором космонавты чтобы легче было должны переносить грузы какие-то есть грустно до 25 килограмм скафандр один 150 килограмм поэтому если у них спиннинг а если ты рыбачил вы представляете да если есть хорошая рыба как этот спиннинг гнезд вот пример также этот наша стрела олег у меня там на конце стрелы я значит здесь вправляем изу перетаскиваю и вот мне как его быстро не крути тормоза срабатывать не будет он дальше идти туда куда-нибудь уже ну как бы у вас так неприятное ощущение у него я доставил и сам дополз и дальше вот пошла работа у нас то есть начало скрывали обшивку все там земляно олег близко реже близко к перчаткам режешь ровно в люкс все а потом опять же вот эти замки они находятся в таких специальных там про то есть его чтобы этого замка дайте там два отверстия одну сверху и одно сбоку но мы включат нам инструменты придумывали и мы в общем там как нервы хирурги доставали за шкирку держал я откручивал в конце концов вытащили пирог у нас был пенал мы туда обратно вкрутили вернули эту гранату уже в корабль себе я его себе положил под свой лжемент и он там не лежал до посадки потом успешно это такая была ситуация когда мы работали как бы чем никто не готовился с листа этот выход делали но такая кассу серьезный был отказ туалета самый серьезный на самом деле отказ то что тогда туалет один на станции ну и все то есть как бы без еды месяц можно без воды 30 там 7 дней из туалета по-любому никуда и очень вот мы там 25 дней пока шатана не привез причем у нас было запасные детали но они не работали как потом оказалось как потом оказались два блока причем не ремонт когда вы прилетели вы не летавший космонавт мы говорим о чем тут вот он так и должен работать нет он должен сломаться месяца полтора назад и ресурс уже вышел он говорит пока еще поработать там две штуки еще таких лежат все будет хорошо мы ставим один не работает ставим второй не работает оказалось первый собрали 10 мая 2 13 июня после праздника зависит и потом нам потом нам шат уже приводит привез 25 дней мы выживали там вручную там придумали там земля схемы придумал другому теперь вот такой найдете вот там ключа на 13 нет, а там расъемы на 13, ну, говорят, вы, мужики, придумали там, как, все, и вот, значит, там это выкрутили, это здесь собрали, все, ну, что, работает, работает, все, давайте, пользуемся, ну, вот так вот, жили. А как часто на борту проводятся тренировки, там, у нас общая аварийная ситуация, пожар, аварийное покидание, и типа какие бывают? Вот, они проводятся примерно каждые 45 суток. То есть отрабатывается или пожар, или разгриптизация, ну, или вот токсичность, ну, токсичность реже, как правило, пожар, разгриптизация, причем с реальным прохождением по станции, там, люди, тренируемся, там, закрываем, прикрываем, то есть это проводится достаточно регулярно. А какое это действие, в случае, сначала пытаемся потушить, не получается, садимся в Союз, вылетаем? Ну, пожар примерно, да, пожар именно так и есть. Собственно говоря, сначала боремся за живучестью, да, то есть, как бы, есть их потушители, и, но, опять же, здесь уже, да, нам вот эта невесомость, она нам помогает. То есть, если горит предмет, который сам по себе не воспроизводит кислород, то, как я и говорю, вентиляция вырубается сразу, и пламя само выедает, вот этот кислород вокруг себя, и, в принципе, оно должно само себя потушить. Поэтому наша задача найти это, да, но, да, это может быть запанельно иногда, но, в общем-то, огнетушители есть, и, ну, можно это справиться, но, в принципе, ожидается, что оно само себя должно потушить, и мы должны просто найти прибор, и потом заменить его будет. Был у нас случай на мире, почему я сказал, да, когда запустили, у нас же там кислород привозят, и мы его сами производим. То есть, производим мы его из воды, это основной способ, то есть, когда делится, да, H2O, водород выбрасывается в забор, кислород в станцию, получается. И второй способ, резервный, это когда жгем шашки, именно продуктом горения которых является кислород. И на мире как раз произошла ситуация, что кожух защитный прогорел, и это пламя в станцию бить начало, и вот там как раз оно получается, что оно само себя питало. И там температура по 1000 градусов, и там уже экипаж, конечно, ну, успели, конечно, не справиться, там, задавление было сильное, ну, потушили, и все хорошо, в конце кончилось. А какие там потушили? Нет, у нас на нашем сегменте пенный натушитель, причем там есть два двух вида, пенный, и он может быть как вода, так и пена, то есть, ты в зависимости, там, насадку не денешь. У американцев, у них как раз они целый блайд, то есть, две системы, причем, причем у них нельзя пользоваться нашим водными, потому что у них напряжение в сети 120, а у нас 28, поэтому у нас можно. А есть была радость от аттракционов и аквапарков? Нет, нет, вот со старшим сыном, буквально были недавно в Диснейленде, там есть аттракцион, там испуг кишают, ну там да, прикольно. Но уже как-то нет, ну хватает, аттракционов хватает в работе. Я же есть вопрос, а правда, что космонавты, кроме Звездного городка, гнездятся в Витянеовиче? Может быть, а где это? Нет, значит, вот правильно, система того, что раньше жили в Звездном городке, это была для военных, и большинство военных жило действительно в Звездном городке. Часть гражданских космонавтов тоже одно время жила в Москве, теперь космонавты живут в Королеве, в Балашихе и в Москве. А дальше, ну, я не знаю, может быть. А ваше не валют? Да не, ну что вы, сейчас же капитализм. Хочешь покупать? А что вы с вами не спектруете, сидите, болтаете? Вы знаете, кому как нравится. У меня мой спальный мешок одной веревкой, привязанной к стенке, ну, как бы болтаешься в нем, ну, так вот, и все. Кому-то хочется почувствовать себя как в кровати, и они туда себя там резинками, и раз, пристегнули, спят. В принципе, тут уже творческий процесс, только как хочется. Я еще вопрос такой. Если в космосе чихнуть, это же очень сильно, когда человек чихает, как и все ощущения. Чихнул, и в принципе, так скажем, силы чиха не хватает для того, чтобы тебя отбросить назад. Вот как с разными натушителями есть какие-то особенности у кипожей из разных стран, границы в еде, в каком-то оборудовании? У нас получается, что есть, как бы, российская кухня, да, там, еда, ну, российская, да, макароны с мясом, гречного каши, в каком-то оборудовании. Меняете? Да, как правило, опять же, когда совместные, во-первых, я могу заказывать у них, то есть есть, помимо основного рациона, то есть есть, так называемые, бонус-контейнеры, куда я могу заказать, в общем, себе все, что хочу. И я могу заказать американскую пищу, ну, допустим, у них я заказывал кофе, то есть у них кофе, ну, наши обычные с кафе-голсы, да, а у них, у них, там, хороший кофе, чай у них отвратительный, поэтому американцы наш чай заказывают, ну, японцы, японцы, опять же, стандартно, то, что ожидаем, да, рис очень вкусный у них, ну, суши, понятное дело, нету, а так, там, саши, а вот, есть такое, уже, а в чем еда? В тюбиках? Нет, в тюбиках уже нету еды, в тюбиках только горчица, причем, опять, обычная, магазинная, да, мед в тюбике покоют и, ну, кетчуп там, такой, все остальное, это сублимированные продукты, как все. А если больше, чем-то вообще занимаетесь? Что-что? Что? А все, я не знаю, мне не совсем не знаю. На самом деле, большая программа экспериментов идет, как медицинских, потом, а дальше идут уже там материаловедение, физические эксперименты, там очень много фотографировано, сделано. Но она, мы хотим, чтобы у нас была в основном наушная работа, но, к сожалению, все, что сделано человеком, ломается, поэтому еще частью нужно остановить эту работу, конечно, где-то постоянно, то есть что-то там, ну, что-то ломаем по отказу, что-то ломаем по ресурсу, ведь ломаем климатизм. Да, то есть как бы вот это остановлено. Все-таки станция, это не место для жизни космонавтов, это процесс производства, прежде всего, вы же туда уходите в задачи, решайте, это должно же быть фантастическое количество инструментов, как раз вот на те случаи, когда вы занимаетесь и ново-восстановительными работами. Станков токарных нет в космосе. Как решаются такие проблемы, когда надо сделать какую-то штуку, которая нет? Ну, честно говоря, когда нет, то тогда ждем, когда пришли. То есть, хотя, делал отлично с такого, как бы, необычного тоже, чем я делал, у нас полотно, основа, так скажем, у беговой дорожки, начала рваться. Там, получается, ну, резина нормальная, и сверху такие такие пластинки. И оно уже порвало где-то вот, ну, на столе. Прилично нам сразу установили занятия, и, как бы, опять же, там, придумали, сделали заплатку, делают заплатку, делал. И вот это, вот, примерно, как вы говорите, вот, из подружных средств. То есть, говорит, там, ткань надо вот оттуда срезать, да, там, потом нашли какую-то фольгу, там, я вот вырезал эту фольгу, потом там отверстие, причем, опять же, я понимаю, что на земле это было все хорошо, да, они-то разложили все на столе, там, кусочек фольги, кусочек этого, потом они все это планики сложили, там пробили отверстие, раз, и все у них хорошо, все получилось. Мне эту работу запланировали одному, да, и дальше, что такое работа, да, то есть, я одно вырежу, там, ножницы, двумя руками складываю вот это, то, что я уже наборизал, себе, да, делаю, там, бутерброд какую-то, простойку. Третий, там, залп, у меня маркер, ВН5, постоянно, я его плавлю, да, что-то я прилепил на стол, и вот это все я собираю, чтобы оно получилось, ну, так же, а потом я говорю, собрал, ну, вот это, там, как бы, я говорю, собрал, я говорю, сфотографирую. В общем, он сфотографировал мне счастливо, да, доволен. Ну, это источник хорошей команды, конечно, Симон. Абсолютно, да, есть, ну, у нас, как-то мы так, первый полет, ассоциация была, что мы вообще живем, как-то по белому солнцу в пустыне, да, какие-то портянки у нас по пустыне, мы идем все время, какие-то непредвиденные ситуации, вот так вот, все, да, пожалуйста. А чем вы занимаетесь на досуге? Ну, если уж немножко совсем времени, и зона связи есть, конечно, домой позвонить, домой позвонить, там, может быть, кому-то, друзьям можно позвонить, позже проверить, опять, если что, ну, как бы, земные такие, да, если... Значит, сейчас, сейчас уже есть интернет, он немножко такой кривой, то есть там получается, как удаленный доступ, я из борта захожу на свой компьютер, который у меня на столе, и дальше... Причем, причем, когда я его настраивал, как раз получилось, что он был такой медленный, что я его настроил, у меня получилось, и я, может, вообще не прикасался к ним, потому что, как только, если, не дай бог, там, кто-то еще решит тоже залезть в интернет, все, это, помните, как это, да, в девяностых годах, все, да, потеря сигнала, да, 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 сейчас, сейчас у меня ребята говорят очень быстро, хорошо работает, и все, а так, вообще, почта вообще работает не в прямом, то есть я написал, грубо говоря, письмо утром, прошла синхронизация, письмо пришло в обед, ответили в обед, мне вечно пришло, вот, то есть вот так, ну и фотографируем землю, конечно, фотографируем очень много, ну или какие-то снимаем, там, так скажем, у нас, по-моему, основной запланируют работать, да, хитрые Центры управления полетом придумали, еще так называемый тасквист, который не входит в основную программу полета, но лучше его сделать, и потом, когда у тебя есть время, ты занимаешься таслистом. Да. А зачем мы землю сейчас фотографируем? Вроде ее уже все фотографировали. Вы знаете, но есть эксперименты конкретно, да, то есть есть эксперименты по, ну, допустим, вулканам извергается, да, то есть мы же не просто фотографируем фотоаппаратом, да, то есть там идет в нескольких диапазонах излучения, то есть он там только начинает, там, раз информация прошла, что вот, там, на Сицилии, допустим, это начало что-то там шуметь, раз там, если такие проходят у нас на дне, да, то, так, ребят, там, фотографируйте, вот, тогда. Потом... У нас есть какой-то объективископ или... У нас фотоаппараты, ну, сейчас конкретно мы фотографируем Geekon D3X, там и D3 есть такие, да, объективы, разные фокусные расстояния, то есть есть, как бы, нормально, ну, для внутреннего интерьера фотографируем, для того, чтобы снаружи, у нас есть 600 миллиметров, 800 и потом, типа, как трансформатор, 1200 можно делать. И дальше ты, как бы, можешь уже объекты... Ну, а потом, самому фотографируйте интересно, ну, не знаю, мне города нравятся. Вот я был там, не знаю, где-то, сфотографировал, но потом людям подаришь, как-то, ну, как-то, ну, как-то есть... На притре, отмечательно, да, а есть, как бы, творческие, да, 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 да. А третье поколение волка как-то полетит? Ну, это так далеко, это настолько... Ну, тут... Вы будете готовить? Я не буду специально готовить. Это... Детям же всегда хочется, чтобы он попроще было. А в нем, в аптите, вы еще везете? Сейчас на пятнадцатый год вообще запланировано, сентябрь, месяц... Ну, как получится? Время покажет, да? А Марс? А? Марс, вы знаете... Ну, Марс, наверное... Ну, вот, мне кажется, Марс так далеко, а хочется все-таки вот сейчас, да, и... Я, наверное, больше так бы вот и... Как бы хочется, чтобы мечты сбывались, да, поэтому... Я бы хотел на Луну полететь и поработать там. Ну, а Марс... Ну, не знаю... Слышите какие-то подпишки в Луну-караде? А? В Луну-караде какие-то подпишки? Ну, есть, как бы, планы, да, то есть, их озвучивают. Ну, а дальше как? А как вы к Elon Musk относитесь? Вы уже следите за американцами, что они еще сделали, какие корабли, программы? Вы знаете, ну, так как, назовем, у них частный космос, да, там 50% работают сотрудников NASA, да, и, собственно, часть астронавтов, которых я... И я с ними летал, ну, по крайней мере, 2 из которых я с ними летал, они же сработают как раз SpaceX. Ну, так, обменемся, информация, они рассказывают про то, что, как у них все это дело, там обстоит. Интересно. Ну, я знаю, то есть зрение, он, кто сейчас, он, там, чувак, который тащит тему вперед? Ну, мы про SpaceX говорили, да? Да, да, да. А вот, Алик, Лоу, Лоу... Вы знаете, ну, по крайней мере, вот, Dragon, то, что у них летают. Вообще, вот, опять же, я разговариваю с ребятами, говорят, очень хорошая вещь. Очень хорошая вещь, очень здорово сделанная, и самое главное, что она... Ну, вот почему так всегда получается, да? Государство дорогое, частное дешевое. Ну, относительно. Ну, вот, ну, как мне, опять же, там, ребята, вот, там, американцы говорят, значит, на оборудование, центр своего, центр управления полетом, они потратят 10 тысяч долларов. У нас 10 тысяч долларов в государстве, неважно, это российское, там, европейское, грубо говоря, это... Ну, только подумать. Да? Когда нам показывают дрель американскую, с которой работают в открытом космосе, да, собственно, я, действительно, я тоже не вижу там особо много различий от обычной древи, которые можно пойти в магазине и купить, там, я не знаю, ну, самый новорожденный, дорого 200, да, да? Ну, там, американцы, допустим, у нас там подороже стоят. Она говорит, стоит миллион долларов. О-о-о-о. Потому что, о-о-о. Мне кажется, уважение. Поэтому, то есть, и они все это купили в бейсбаре, на самом деле. Чтобы вот, да, с тем же самым резервированием и так далее, ну, вот так вот. Поэтому... Какая-то фигура сейчас был гораздо королёв для всего мира. Вот. Ну, я имею в виду профессионального. Ну, я так предполагаю, да, что он был тогда. Ну, чуваком номер один. Вот сейчас есть кто-то там, кто номер один, номер два? Ну, кроме главы Беспасовского, конечно. Прямо мои мысли прочитали. Ну, я... Говорить по одной простой причине. Что... Часто бывает, что декларируют что-то, да? С учётом этого, естественно. На выходе нет ничего. Поэтому пока, ну, сложно не сказать как-то так, что, да, вот есть там мужик, который, там, молодец и так далее. Наверное, как-то это осознаётся потом. Вот мне кажется, так. Да, пожалуйста. А у меня, ваше впечатление от самого полёта с Земли на станцию? Ну, кроме перегрузки, что-то ничего? Знаете, ну, здесь... Ну, и кроме радости, что-то не выяснили. Вот на... Вот это, собственно, оно все вот, эмоции и есть, да? То есть... А в закрытых глазах? Да, конечно. Это у меня был вопрос самому себе. Знаете, про закрытые глаза. То есть у нас один из, там, подготовки, это прыжки с порошоном. И... Ну, у нас немножко побыстрее едет, чем в обычном аэродклубе, да? Ну, раньше, по крайней мере. Сейчас-то, конечно, можно с инструктором прыгнуть, да? И так далее. А вот по системе, как раньше, там, в ДСА построен, да? Что там, там, 200 прыжков сделал, потом там, следующий, там, так далее. У нас, как-то, все, получается у тебя следующее, там, получается следующее, потому что цепь другие. И, по сути, я, там, после шестого-седьмого прыжка, я уже пошел на задержку, там, 30 секунд. И вот для меня был вопрос. Приземлился? Думаю, что-то я не помню, с открытыми глазами летело. Нет, я потом так понимаю, что я с открытым, когда прошел, открылся, и все. Думаю, а выходил ли как? То есть, вот, есть, помню момент, что выхожу, да? И потом, не помню, а потом опять помню, да? Тихо. И, оказалось, потом следующий прыжок пошел, оказалось, помню, просто не фиксировал. Это, знаете, какой-то сон. Тебе приснился сон? Ты встал, если сразу не проговорил, то ты его забываешь. А если в окно посмотрел, то вообще сразу забыл. Так и здесь. То есть, у тебя додался с целью, что вот, вижу, все. Сейчас я просто про старт сам. Старт, вот, ты сидишь в ракете, и вообще ощущение от корабля, что он же делается для тебя. То есть, мы ездим на пример к этому кораблю, да? То есть, мы, он еще стоит на стапелях, мы приезжаем на энергию, мы, как вот, смотрим на него, мы внутрь садимся, нам рассказывают, мы смотрим, да? То есть, как бы, да, они одинаковы в целом, но вот это уже, как бы, двой корабль. Дальше. Дальше. Ты приезжаешь на кону, он тебя уже там ждет. Опять идет пример, ознакомление, как бы, там, нюансы какие-то, мы замечания даем, там, могут какие-то там, ну, небольшие дела, да? Потом еще раз уже, там, за три дня до старта, там, четыре приходим, уже это все оборот движет, уже там не пролезешь, он уже под обтекателем, там, маленький такой вот крючок, и мы залазим, то есть, смотрим, где грузы, чтобы запомнить. И потом ты, когда в него садишься, да, это уже, ну, это твой, это вот, это, твое изделие, и, и все слышно. То есть, там, где-то, там, клапана открываются, нам говорят, конечно, там, земли, что-то, какие операции идут. То есть, мы же за два с половиной часа садимся в ракету, и вот это все уйдет, там, подготовительный пират, там, потом начинает, там, кабель-мачтой отходить, все это. И потом, когда уже, там, пятиминутная готовность, ну, на самом деле, нет, минутная готовность, на самом деле, не минутная. Минутная готовность – это пять минут. Перестарт. И потом тебе говорят, там, ну, ключ на старте, и, там, все, ты слышишь, что двигатели запустились, и вот этот гул, и потом, вот этот, прям, чувствуется, вот эта мощь, она на тебя очень очень плавно начинает поднимать, очень плавно. И вот это все настолько классно, этот момент, да, то, что, во-первых, ты понимаешь, что, опять же, ты полетел на работу, да, ты к этому долго шел, все экзамены, тренировки, все позади, иди, вот он, то, к чему ты стремился. И это все, вот эта мощь тебя выталкивает, да, вот эти перегрузки начинают расти, 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 потом раз, первая ступень соединена, отделилась, пока вторая выходит на полную мощность, идет просадка, опять же, как на американских горках. То есть, раз, такой, раз, кратковременно, потом вторая, оп, подхватил, и опять плавно, плавно, плавно пошло. И потом сходит, обтекает, солнышко, раз, все, уже пошло, то, уже рассмотришь, там, космос, уже такой черный, то есть, как бы они, ну, сначала синий, потом лиловый, потом, я думаю, черная. Потом тоже самое происходит, между второй и третьей, опять же, просадка, то есть, потом опять пошло. И потом уже вот это идет, там, на счетах, 520, там, 24, 525, 526 секунда, контакты, вот это контактное отделение, вот это контактное отделение, земля обращается с тобой вот таким солидным пинком подзар. Я, правда, это бьет очень сильно, причем этот лес созвонил, прям, ты-ты-ты-ты-ты, и все, и все повисли, все. Сразу люди первые приходят, раз, и вот здесь у тебя, то есть, она была здесь, как будто приборная доска, вот она раз, куда-то сюда прилетела. Ну, как бы, перераспределение, там, ну, потом привыкаешь, ну, вот это вот, такие ощущения. Ну, то есть, невесомость резко появляется? Некнометно, невесомость появляется мгновенно, потому что, как только у тебя двигатель выключен, все. Собственно, у тебя дальше невесомость у нас почему появляется? Так, у нас осталось один вопрос, три еще, и последний. Последний уже готов? Я тоже. Силы не здесь включаются. У нас... Так, сейчас этих, этих, этих... Я попрошу подумать, то есть, еще три вопроса. У нас, ребят, у нас вас ждет вопрос, Марьян скромно сидит. Ты только один. Да, идите на вопрос. Поэтому я прошу, только подумайте. Вопрос к Сергею, это важно. Потому что невесомость появляется, потому что у нас первая космическая скорость 8 кг в секунду, да? И мы, получается, все время падаем на Землю. Но скорость такая большая, что мы все время промазываем на Землю и просто на ней не попадаем. И, да, мы все время, как бы, мы... Вот этот полет наш, это постоянное падение на Землю. Но скорость не дает нам до конца... То есть, как бы, летим, хотим попасть и промазываем. И вот это вот, постоянное. И, собственно, и сзади, и сзади, и сзади, получается. Под зону Земли, слипенсионные. Да. Здравствуйте. Взял магазин для компании. Может, вы презентуете? А вот, да, тебе не нравится? Да, прикольно. Так скажем, что вот это, это кто что увидит, да? То есть, я, допустим, там, Дельфина увидел или самолет. Да, здесь там человек... Ну, это облака, да, или ближний путь. Так, а еще? Нет, все остальное я узнал. Нет, вообще здорово, да? Красиво. Спасибо. Спасибо. Павел, я извиняюсь за вопрос заранее, потому что он может быть чуть-чуть негативный, но история такая, что сейчас в интернете, на Ютюбе полно видео, если поискать, это люди садятся с дозиметром, значит, в самолет, и они начинают взлетать, и как только они переваливают там за 3-5 тысяч, у них, значит, радиационный пол начинает такой зашкаливать. Вот это первая часть вопроса, есть ли вот эта негативная радиация еще выше, потому что там еще больше азимии. Ну, вот, а второй вопрос вообще связан с негативным воздействием на организме, потому что иногда слушаешь какие-нибудь подкасты, там, те же самые любимые британские ученые, они говорят, вот мы раньше не знали, а, оказывается, космонавты в космосе, значит, невесомость, ослабление зрительного нерва, потому что, значит, здесь все время гравитация, там нет, как устанавливаться, мы не знаем, там, частичные потери зрения, и вообще, насколько вот раньше мы все время гордились, у нас там космонавт продал на орбите, там целый год и так далее. А вот от человека-то останется потом к старости что-нибудь? Спасибо. Да, ну, в общем-то, у нас, опять же, начальник Центра подготовки космонавтов Сергей Константинович Криколев, да, абсолютно, там, лекарственным в мире, 886 суток всего за 6 полетов, буквально, там, 12 апреля встречался с Валерием Поляковым, который за один полет 485 суток провел, да, там, ну, так далее. Но, конечно, негативное влияние радиации, конечно, оно есть. И одно из ограничений, которое может космонавт не позволить полететь в космос, это именно суммарная доза радиации, которую он накопил за свою космическую карьеру, именно полетом. Причем здесь сказать конкретно, кто за сколько получит эту дозу, нельзя. Почему? Солнце стало более активным, да, соответственно, больше получаешь. Ну, меньше-меньше, да. Значит, ну, вот, накапливаем, дозиметр всегда с нами. Хотя иногда, вон, мы прилетели, нашли дозиметр, лежал в каюте, ну, кто-то там оставил его все. Потом спустили его вниз. Стандартный ответ наших врачей, говорят, все нормально. Да, доза непревышена, да, все хорошо. Хорошо, вот, это про конкретно радиацию. Конечно, невесомость, враг, наш враг, тело наше, ну, и вообще организм человеческий, он очень ленив и приспосабляет. Когда мы говорим о приспосабливаемости, что это значит? Что через месяц, ну, 45 суток, уже твой организм вообще не помнит, что он когда-то жил в гравитации. И что это значит для организма, да? Да, кровь становится более густая, ты добавляешься от лишнего влаги. Потом вены, тонус вен пропадает. То есть, если я прилетаю сразу без специального костюма, то у меня просто кровь вся стечет вниз, и я потеряю сознание, потому что в голове ничего не останется. Да, хотя сейчас мы стоим, и нормально. Мышцы, которые отвечают на прямохождение, эти пропадают. Когда я в первом полете через четыре с половиной месяца увидел позвоночник, думаю, что-то как-то и не так выглядит. В сердце. Когда вытираешься, там, думаю, что это такое, ты странная. Ну, я уже не буду говорить, что там волосы растут везде, кроме головы, почему-то. Веська я в руку. Да, так надо. Наемлеме не надо. Это интересная подробность. Потом, ну и кости. Кости не нужны больше такие тяжелые и прочные. Соответственно, теряется доля кальция в кости. Но опять же сейчас немножко по-другому считается, по крайней мере, с кальцием. Потому что мы занимаемся там на тренажере, трубая, тяжелой атлетикой. И там в первом полете у меня была потеря 9%, кажется. Ну, и шейки бедра. То второй полет ноль был. Ну, здесь вот. Про нерв это новое. Это буквально недавно появилось. И, ну, трудно сказать, почему это происходит пока. Значит, у нас этого вообще, этого врача, не было. Потому что, как я говорю, у нас летали раньше молодежи, можно сказать, по сравнению с тем, как сейчас. То есть, там, основной возраст полета космонавта был 35-45 лет. Вот это был основной возраст российского советского космонавта. После этого, как правило, уже не летали. Сейчас, в связи с тем, что стали, может быть, более возрастные летать, но опять же, это не у всех. То есть, у кого-то есть, у кого-то нет. Но это да, эта проблема есть. И я был буквально на конференции, этот вопрос поднимали. Сейчас там программы делают. Ну, типа, проверка поля зрения тоже, наверное, как кто-то делал, может быть, да? То есть, на... На площадке эта программа то же самое. Как бы, проверка поля зрения определяется в эти зоны. И по ним можно уже делать прогнозы о воздействии на глазную нерву и так далее. Так что, ну, в общем, польза не приносит, это правда. Спасибо. Да, пожалуйста. Я слышал, что в НЗ спускаемого аппарата опять дергаем пистолет Макаров, вместо специального оружия. Слышно ли что-нибудь, собираете, оружейники делают новые образцы специального оружия, для поживания, потому что там с Макаровым, понимаете, только застрелиться? И вооружены в чем-нибудь астронавтовые листы? Значит, оружие только у Камагир. Поэтому, так как астронавты других стран летают с нами, а Камагир, корабля Союз, только россияне, граждане России, это уже... Гон, вообще. Да. Значит, да, как раз получилось так, что... Вот я в первый полёс ушёл, но тогда я ещё был военным, и мне прям мой табельный Макаров, и прям положили, я с ним улетал в космос. Да. Тот пистолет, который был придуман Алисей Архиповичем Леоном, ТП-82 в Туле, трёхствольный, великолепный пистолет, на самом деле. Мы стреляли на нём раньше на выживании, то есть вот такого размера сделано. Два ствола, 12-й калибр, стреляют дробью, или есть более сигнальные патроны. Третий ствол, нарисной, 5-45. Отличная точность боя была, и плюс ещё мачете, можно было как маузер, прикладную. Что вы с человеком, у которого это попадёт в невесомость? Ну, ничего. Чего разорвёт, и что с этим всем делать? Нет, конечно, это не для, ни в коем случае, это не для невесомости, потому что выстрел просто... Ну, всех убьют. А. Да, потому что, чтобы уничтожить станцию, на самом деле, вот та, которая сейчас летает, большая станция, в принципе, достаточно вот такого размера. Вот. Ну, метеоритика или кусочка мусора. Всё, вот эта станция будет уничтожена. Никто даже ничего не успеет сделать. Чего тогда что-либо еще разорвать? Говорят, что да. Даже, хотя бы, даже сделать партию, в принципе, нам много не надо. То есть, он же может летать много раз. Я слышал, вы сняли из-за того, что была ограничена партия самого оружия и боеприпасы. Просто уже устарели их специально, что, я так понимаю, всё дело только в боеприпасах? В боеприпасах, да. Да, и те, там, несколько штук пистолетов, они только свой ресурс выработали. Поэтому, ну, мы надеемся, да, что будут просить. Идут действительно какие-то разговоры, чтобы опять пистолет положить. А зачем там, чей пистолет? Он не для того. Если вдруг посадка в местности, в какой-то дикой местности, чтобы сигнал подать или, там, защититься, в конце концов, то есть, или нет. То есть, сколько времени понадобится мировому космосу для того, чтобы убрать ту слогу, которая там сейчас наверху улетает? Наверное, долго. Очень долго. Да, если как-то не будет специально утилизировать... Возле этого выявились программы, да? Да, есть программы, есть мысли, но так, конечно, особенно... Но у нас эта орбита не так. Пилотируемая космонавтика практически не мусорит. Ну, тоже практически, а не мусорит вообще. Потому что все, что мы уничтожаем, это все сгорает, и ничего даже на Земле не прилетает, и там не остается. Все идет в спутники диастационарных орбит, 36 тысяч километров. И вот оно пока там... Да, да, к сожалению. Так что... Или потом возвращается все на Землю. Сергей, у нас последний вопрос. Ну, давайте, да. Если здесь сидел бы где-то приблизительно 5 будущих астронавтов, которые полетели бы, ну, где-то так, на полгода, но это непрофессиональные, частные астронавты, вот, и, ну, временная подготовка была так, ни много, ни мало, то есть где-то 3 года. Вот, что бы мы бы советовали? Как... То есть, условно говоря, вы бы сегодня там с ними общались, и им бы давали, так сказать, назидательные? Вот, что самое главное? Вот, наверное, вас впрямую вот так вот взять и сейчас сказать, что вот делать вот так вот, и вот это только правильно, это, опять же, я бы, наверное, дал ложную информацию. Почему? Потому что, как иногда бывает, какие-то мысли, они могут приходить в процессе беседы какой-то, да, даже с человеком, причем определенного уровня, да, уже подготовки. Когда ты понимаешь, что, там, ну, допустим, перед собой, ну, там, молодой космонавт, и мы уже говорим, там, прошли какую-то тренировку, и на опыте своем, и, там, тренировочном, я могу, конечно, какие-то рекомендации давать, что ты знаешь, вот, в этот момент, вот, было тогда, да, там, ситуация, там, грубо говоря, думали, что нужно вот так вот делать, да, крутить этим винтом, она не, там, ключом, а надо другим. Но если в общем, то надо, ну, она на самом деле, как и на Земле, да, самое главное, мне кажется, это помнить, что у всех свои недостатки, и вот это помогает очень жить, как на Земле, так и в космосе. Мне кажется, это какая-то такая заповедь, она действительно помогает тебе, ну, где-то более, ну, какие-то моменты, там более терпимо относиться, опять же, говорю, у каждого свои недостатки, да, кто-то привык, как, я ему говорю, не ложьте зеркальце, да, парку, а не ложь, ты ложь, да, так и здесь, ты ему сказал, делай, а он, ну, привык он делать вот так, да, и там, умывается сразу после сна, а потом паста после сна. Не знаю, примерно. То есть, как бы, такого универсального, вот сейчас сказать... То есть, надо работать с каждым, и долго. Не обязательно долго. Ведь мы, понимаете как, когда мы говорим в Центре подготовки о сроках подготовки космонавта, мы говорим о профессиональном космонавте, который, ну, должен больше немножко знать и уметь, чем, наверное, человек даже исследователь. Мы почему сейчас не посылаем исследователей, да, потому что дешево сейчас подготовить космонавта, чтобы он умел все делать, да, уже как бы отобрать его, и как бы, ладно, чем, может быть, даже взять, там, самым талантливым ученым, да, но он может быть по каким-то критериям не подходить, потому что, ну, всякое бывает, да, но когда-то, я думаю, что все равно мы приемом не к тому, что будут космонавты-профессионалы, как сейчас вот есть пилоты, да, профессиональные пилоты, которые берут, сажают полный салон самолета, самолет, да, пассажиров, и летят куда-то, да, и перевозят. То есть, людям, которые летят куда-то, им не надо знать, как летать самолет, им не надо знать, как управлять самолетом. Там, как действуют нештатные ситуации, да, кроме того, что маску пристегнуть сначала на себя, потом на ребенка, и что там аварийный тракт может быть иногда не впереди, а ближе сзади. Ну, собственно, это все, да. Так и здесь, я думаю, что все равно, в конце концов, мы придем к такой же самой схеме, что будут профессиональные космонавты, мы назовем их пилоты, да, которые будут доставлять уже там, кого угодно, да, там, не знаю, монтажников, бурильщиков, ученых, просто пассажиров куда-то, да, ну, какие-то нам нужно. Спасибо вам большое. Спасибо.